Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем занятия, которые были в Потеряевке с первого года, в 1991 году. Я их проводил на улице и просили об этом. И как-то одно время я что-ли уехал или что, так и мне документ выдали, что все деревенские просят прямо специально печать там и все, чтобы занятия не прекращались, иначе зачем мы только здесь. То есть занятия были тематические. Долг. Как-то возникло, кто-то кому-то задолжал или что-то. Дождь прошел, продождь. Пожар был, о пожаре. И 123 уголка освещено было. 123 сохранилось в записи, которые записывал Игорь Барабаш. Больше ничего нет. Итак, долг. Слово долга имеет два смысла. Дравственный и телесный. Долг родительский, воспитание детей. Добрый пример. Все остальное разрушает возложенный Богом долг. Как справляют свадьбы сегодня? Накупят водки и гуляют так весело, что небо не видят и земли мало. Приехал брат мой к главе администрации Коршина Кулебе. Кулебе что-то купить. А тот показывает на свою печать. Вот. Больше у меня нет ничего. Водки прислали в несколько ящиков. И это для молодоженов на свадьбу. Понятно как. А у римлян, у них было так. До 30 лет. Если даже стопку выпить где-то, смертная казнь. Молодоженам. Чтобы было хорошее новое поколение. А здесь наоборот. Долг родителей заключается в том, чтобы произвести доброе потомство. А потому молодым в Римской империи не разрешалось выпивать алкогольного неграма под страхом смертной казни. Забота о здоровье нации. Чтобы следующее поколение было не хуже, а лучше. У нас же идет деградация населения. Отбор. Селекция на сохранение худшего. А лучшее, что смелее, то погибает. Шел 72 года генетически точный отбор на выживаемость предателей. Сексотов, двоедушных, подхалимов. То, что было мысляще, то погибало сразу же в топках и в морозилках. Кто поможет найти сегодня Вавиловых, Флоренских, Клюевых? Где лучшие журналисты, крестьянство, экономисты? Все сделались по выражению Лаврентия Павловича Берия лагерной пылью. Подлые выжили, и они плодят на полную мощность невоздержанное семя. Оставшиеся без добрых мыжей плодили детей от похотливых и срамных и бессовестных. Итак, компартия есть отец и мать всего самого чудовищного, что есть сегодня на нашей земле. В природе всегда самцы дерутся за самку, а слабый должен уйти в сторону. А в России произошло совсем наоборот и совсем-совсем в худшую сторону. Мы никогда уже не сможем узнать, какими мы могли бы быть, если бы не было этой сатанинской антивласти, которая насиловала наш народ, уродовала его психику безбожием и развращала подлостью. Если наши родители были не теми, кем они могли быть, не будь этой мясорубки Сталина Ленина. Если наши родители остались нераскулаченными и в Ежовщину их не тронули, значит они были не лучшие. Они затаились и или подталкивали, или голосовали за тех... Что делали? А, поддакивали. Да, да, одобряли, ходили, голосовали. Это я говорю о своих родителях. Как они выжили в этом геноциде? Значит, что-то они делали, уступки такие, а герои погибли. Я это отцу говорю. Неправильно, но я искал причину. Или поддакивали, или голосовали за тех предателей народа, красношленных дьяволов. Мы ставим вопрос, почему у наших родителей никто не тронул? Этот вопрос сегодня ставится ко всем так. Если в плену Карбышева заморошены, Муса Джалиль погибнет, то почему ты там же остался на большой должности? Почему в то время, когда в семинарию никак нельзя поступить, а Осипов Алексеевич был профессором? Ну, что тут непонятно-то, что десятки там подписей, может, ставил? Где еще студент не так сказал, чтобы обязан доложить был? Как Петр Первый под такой указ поставил священника. Если одни священники и епископы скинули без следа, а другие занимали кафедры в Патриаршей Церкви, то почему и что с ними было? Как смог Патриарх Алексий получить три ордена Трудового Красного Знамени от сатаны? За что? Подумай, какую глупость ты сделал, если тебя хвалит враг. Такая была поговорка. Кто исполняет долг Божий и настроен на это, ему не поздоровится, он будет неугоден дьяволу. Долг родителей – дать добрый пример. И это чрезвычайно трудно. Броситься на амбразуру один раз – это не все. А вот каждый день быть примером, чтобы дети нигде не увидели в тебе раздвоенности, а чувствовали, что ты цельная натура, воин Иисуса. Вот это удается малому числу. Сумей набрать нищих и сирот на свою свадьбу, и будет тебе награда уже в первом поколении. Может, тебе сесть подальше, как я сижу, чтобы у тебя рот был направлен легче. Пишет-то там запись-то идет, звук. А ты говоришь наоборот, вот сюда ближе, и лицом повернишь, чтобы у тебя рот был повернутый туда, а не туда. Ты говоришь в ту сторону, вот сядь поближе. Вот так. Ну и попытайся тогда вот так считать. Так видно, нет? Видно. Ну и считай тогда. Твой долг уже выполняется, когда ты переламываешь обстановку. Да. И не как все, а как надо. Пройти в течение пойти – это так непросто. Решимости надо много. С появлением детей раздор между родителями только увеличивается. Жена будет на милосердие вести воспитание детей своих, а муж хочет по всей строгости воспитывать. Муж – режиссер, а жена только исполнитель, и чтобы нигде и никогда при детях не обсуждала мужа и его поступки. Это только в исламе сегодня можно встретить. Родителям запрещается оставлять детей даже на виду благочестия, если бы вздумал уйти в монастырь. Такой закон специально принят. Долг детей – наиважнейшее послушание родителям, когда их указания не противоречат Библии. Долг пастыря, отдельно 20 глава. Поставили козла капусту стеречь. Если коммунисты и фашисты есть волки, то пастыры – это еще лютее и хуже лютые волки. Нужно пасти в веренное стадо, сделать веренных им героями веры. Пример – Христос, апостолы и Анфим Никомедийский. Всех возвел на небо и потом сказал, «Вот я и дети мои, около 30 тысяч погубленных врагами и ни одного предателя». Долг пасом их – послушание Библии. Доброму пастырю. А от недоброго надо б набежать. Смотри не на строгость его, а на его следование за Христом. Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне, Кирилл Иерусалимский. Десятина священства. «Это не желание священства, а повеление Бога, самое страшное воровство – святотатство». Малахия 3, 8, 9. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятины и приношениями. Проклятием вы проклятые, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Есть люди, которые не платят, они не просто это опровергают, а считают это вредно делать. Как? Ну, торговля? Ну, явно дело, что помрощенный разум. И есть сектанты, которые тоже против десятины. А почему? Ну, в Новом Завете нет этого. Как нет? А куда делось? Так же едят священство, и так же надо кормить их. А чем кормить? Шленские взносы. Ну, давай, шленские взносы. Ни того, ни другого слова даже в Библии нет. И нигде Бог это не отменял. А наоборот, продавали все имение и кларик на гамма-пособ. Все, десять и десятины отдавали. Десятину нужно давать не с того, что бухгалтер запишет, а с того, что реально в твоих руках есть. Священство же десятину не платит никому, кроме государства. Когда вопрос с десятиной налажен, то дело должно выглядеть так. Десятина дается архиерею, а он честно распределяет соответствующие пропорции с понижением. Епископ, пресвитер, дьякон. В каждом конкретном случае, в зависимости от дохода прихожан, эту пропорцию можно сделать почти незаметной, если все бедны. Бедны. Епископ тоже должен давать отчет, на что требуются деньги. Все остальное обговорено в канонических правилах. Долг начальства – править милостиво, мудро и строго. Заботиться о дисциплине. Если же не может заботиться о благосостоянии страны, то он не нужен. Кто-то клянется на Библии, кто-то на Конституции. Долг врача – не навреди. Клятва Гиппократа им дана. Долг материальный. Долг платежом красен. В долгах, как в шелках. Сирахова, 21.9. Строящий дом свой на чужие деньги, то же, что собирающий камни для своей могилы. Советские успели схватить кредиты, а потом их простили. То есть халява заложена будет и в детях. В Германии есть много фондов, но сами природные немцы стараются не лезть в тот карман. Если кто из них туда идет, то ему перестают звонить. Его уже не считают нормальным, честным. А советские лезут во все фонды. И дай, дай. Советские немцы, которые туда приехали. В прежние времена должника сажали в долговую яму, и он не мог выйти оттуда, доколе не заплатит все. И продайте жену и детей. У него ничего нет, а жена дети есть. Продайте. В рабы. А дети как? Детей кастрируют и будут евнухами. Матфея 5, 26. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондрата. Кондранта. Кондрат это человек. Последнего Кондрата отдаст он. Никаких мыслей тогда и не было ни у одного человека, что вот он возьмет кредит, и ему кто-то простит. Это не от Бога. За долги продавалось имение, жена, дети. Кастрировались, и все шло на продажу, потому таки боялись долгов. Матфея 18, 25. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. 4 царство, 4, 1, 2. Одна из жен, сынок пророческих, с воплем говорила Елисею, раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей, моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И вот когда мы устав пришлось составлять, у нас написано, ничего в долг не брать у государства, чтобы тебя не забрали из-под тебя жену, матрас и все, что есть. Жизнь в долг все взаеб грозила смертью. Но закон ограничивал пленение взявшего взаймы до 7 лет. Из долгов выкупали на особые фонды, когда кто-то внезапно умирал или несчастье было. При страшной опасности, как при нашествии неприятеля, был призыв простить все долги. Национальная катастрофа стояла у дверей и нужно было оградиться, объединиться. Свободные люди будут бороться за свободную землю. Ну и вот теперь дальше прочитайте, что есть Ниеме. Я останавливаю, а потом дальше еще прочтите. И тогда люди, когда он сказал, простите, и сказало все собрание, аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Ниеме 10.31. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. притча 22.7. Богатый господствует над бедным, а должник делается рабом взаимодавца. Должник делается рабом взаимодавца. Ипотека. Схватили, а теперь увеличивается, заплатить не может. И вот писали, когда наводнение было на Амуре, и люди потеряли работу. Не гасится долг. Тогда давай обращайся уже через правительство. И правительство, я помню, Медведев говорил об этом, мы не можем приказать банкам. Ну, простите, чтобы по совести было-то. Люди потеряли все, и каждый день им насчисляется еще больше и больше долг делается. А у него уже и дома ничего нет, работы нет. Ну, ясно, ему никогда уже не выйти. Зачем же ты брал? Ну, вот надо было скорее купить. Заработал бы и купил. Хватанули, а теперь я был в Америке. И архиепископ говорит, вот вы в доме живете, вот, а это у них тоже взято в кредит. Говорит, они платят столько, и когда уже заплатят, примерно три дома можно было купить. Я как огня этого боялся. За всю жизнь не был должен никому, никогда, ни рубля. В долг никогда не брал. Но мне стипендия. Но я сейчас у кого-то возьму, со стипендия отдать, она мне опять не полная. Поэтому стипендия, это все для меня было. За квартиру отдал, больше никуда. А дальше беги на приработки, на вокзал бегал, чемоданы кому-то приносил, где-то что-то, снег скидать, распилить, дрова там. Никогда в долг не брал, никогда не рубля. За всю жизнь. У меня один такой, если начинает, все, меняет там симки какие-то, чтобы, но наберет долг, а теперь раз симку другую, то есть его уже не могут высчитать. Ну как же ты по-христиански, разве можно это делать? А долг растет, а потом его там ловят, это дело, и с тебя выжмут костолому. Дальше. Так, учитывая инфляцию, на сегодняшнее время нужно так и отдавать с поправкой. Когда брал, то что можно было взять за эти деньги, чтобы столько же кирпича или леса, или шифера, давший тебе в долг, денег мог бы и теперь приобрести. Можно отрабатывать. Долг берешь и обговори, что может быть натурой отдам, или отработаю, или отдам корову. Притча 226. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Вот у нас потеряевки Белого Виталия, он уезжал и купил кирпич. Сколько у него? Ну, тысячи три, может быть. Кладка хорошая. Я не знаю даже сколько. Ну, я пришел, ты куда кирпич? Да не знаю куда. Я говорю, ну, ты мне и продай. Сколько платил? Ну, он столько сказал. А прошло-то как года три, а инфляция была с 91 по 97 год увеличилась в 10 тысяч 70 раз. Ну, я судился, я знаю инфляции какую. Ну, я посчитал, сколько время-то, чтобы на эти деньги, которые я дам, он мог купить. Ну, это раза в 4 больше, чем он, даже в 5 раз больше суммы. То он заплатил 1000, а я ему 5 даю. А он честный такой, почему столько-то? Я говорю, так инфляция, он ничего не понимает, таблицу умножения не знает. Не мог научить даже. А дети учатся в университете. Не совершенно таблицу, дважды 8 уже не умножить. Себя можно так поставить, а чисто по-старобрядчески. Я ему говорю, это деньги твои? Нет. Он честный человек-то. Ну, я говорю, теперь я тебе деньги, сколько ты купишь кирпича на него? Сегодня он такая, какая цена. Получается, ты покупаешь кирпича в 5 раз меньше. Я ему не мог доказать никакое, как он всучил эти деньги и все. Мы должны сами это делать. Когда мы брали деньги, кому я помогал, а выезжали, а нужно было рассчитаться. У меня деньги были, мне в Америке помогли. Я им давал, если уезжаешь, должен вернуть. И мы сидели, на что? На доске. А в то время записали, сколько стоит доска, кубометр, сколько лес, кирпич, шипер. Вот три меры измерения. Ну и это по-честному, инфляция. Дальше. Как-то захожу к Жене Савалей, а он снова погорел, прогорел на банке каком-то и просит помолиться за него, чтобы ему Бог вернул эти деньги. И он тогда бы отдал десятину. А я говорю, какую десятину? Ты же ее и так должен был отдать. Нет, ты отдашь девять десятин, а одну тебе теперь возьми. А вот, главное, жена, главный редактор, сам высшее образование, и в какой-то вложил банка, банка лопал. Ну, на рожьи, что ли, банки-то были-то. Но я говорю, ты тогда дай обещание Богу. Как у нас-то нынче один болел, а я молился. Если ты выздоровеешь, чтобы ходил в вечернее богослужение в субботу, и оставался на занятии в воскресенье-то, выздоровел так, как не ходил и не ходит. Почему? Привычка. И в Потеряевку приезжай, тоже в субботу не увидишь. Чем-то буду заниматься. Ну, там, понятно, помогает. Но в городе-то дальше... Он не согласился и сморщился. Ну, тогда ни копейки и не получишь. А то я ему говорю. Я говорю, так и получилось. Как-то он дает мне тысячу и говорит, это на Евангелие, на тюрьму. Я посчитал, и по старым деньгам это 70 копеек. Я вернул эту купюру ему. Не надо, позор. развозить дальше своего носа. Живи с этими деньгами, пока сам в тюрьму не пойдешь. И тогда поймешь, сколько надо жертвовать туда. Я перевел 70 копеек. Ну, смешно даже. Ну, говори. Четыре буханки хлеба не купишь. Сирахов 25-34. И три рода людей возненавидела душа моя. И очень отвратительно для меня жизнь их. Надменного нищего, лживого богача, и старика прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Ну, и первый начинает. Отвратительно. Надменного нищего. Ну, нищий, ну, будь смиренный. А не даешь, и не надо. Ну, надменный там-то. И дальше. Обогащий зачем брать, когда у него все есть. На каждом лежит долг потеть. Наш здесь занятие по долге. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. На каждого возложен долг чтить Творца и отвращаться ложных божеств, вождей. Сегодня в аргументах и фактах пишут о Ульянове, что когда его сожгут, тогда только сможет земля родить. Мы обреченная нация, пока не будет уничтожено главное чудовище страны. Книги Волкогонова. Там чудовищные приказы Ильича о расстреле священников. Много фотографий. Ленин написал, чем больше расстреляете, тем лучше. Это нужно сделать так, чтобы десятилетия вперед никто не смог против идти. Премудрость Соломона 15.8. И суетный труженик из той же глины лепит суетного бога. Тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Долг на совести добро оплачивает добром. А у христиан и за зло. Римлянам 4.4. Воздаянием делающему вменяется не по милости, но по долгу. На всех христианах и особенно на священстве долг проповеди о Христе по мере возможности и способности всем. Даже одеяние твое есть проповедь малая. Христианин не должен быть ничем никому не должен. Должен, не должен. Никому должен. И опять не стоял. Не знаю. Не можете еще понять где-то. Откуда не выскочила сейчас? Поясни, тут ничего впереди не было. Давай. Римлянам 13.8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Человек, который обратился к Богу всей жизнью, своей должник того, через кого он обратился ко Христу. Филимон 1.19. Ну я сказал, ну а что это, из Писания что ли? Да. Это одно место такое в Писании есть. Через кого ты пришел к Богу, ты всей жизнью обязан ему. Я, Павел, написал моей рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. Потому что ты через меня пришел к Богу. На каждом из нас долг, возложенный при крещении Богом, творить добро. Всегда молиться. Лука 18.1.2. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Должно это означает долг. И нужно больше повиноваться Богу, чем тем, кто берет над нами власть. Деяние 5.29. Петр же и апостол в ответ сказали, должен повиноваться больше Богу, нежели человекам. Должны принимать благовестников, тех, кто распространяет вести Христе по разным местам и принимать их. Это долг весьма важен. Третий Иоанн 1.8. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Сказал и сразу доказательство. Первое Иоанна 3.16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Мы должны полагать душу своей за братья. На нас лежит долг по отношению маломощных, чтобы не оттолкнуть их. Римляна 15.1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Немощными называются те, кто в данный период еще не достиг нужного духовного уровня. Не может Он два дня не есть совсем, по всей строгости соблюдать посты, но Он их не нарушает. Ничто не должно захватывать нас так, чтобы мы сделались рабом или людей, или работы, или привычки. Первое Коринфянам 6.12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Не должно, то есть долго нет моего, чтобы выполнять это. Страсть, гнев, дерзость нам предписано поставлено в долг трудиться, иметь здравый ум, чистое суждение во всем, бодрствовать нас своей душою. Первое Коринфянам 14.40. Только все должно быть благопристойно, и чьи... Это наш долг. Первое Коринфянам 15.34. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Мужьям поставлено в долг, в обязанность почти невыполнимую, продолжать до конца любить свою жену, как Господь наш, искупленную им церковь, до готовности отдать за нее жизнь. А женам послушание мужьям, и при старости, и при болезнях, при пьянстве, и при дурном характере, кроме телесной измены. Ефесянам 5.28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. На всех лежит обязанность, долг заграждать уста еретиков. Титул 1.11. Каковым должно заграждать уста, а не развращать целые домы, учащему не должно, из постыдной корысти. В любой обстановке, при любом социальном положении, финансовом, при политической нестабильности, продолжать любить людей, ищущих Бога. Я уже говорил, что если бы у меня были средства, то построить надо бы здесь особый приют, для особо отверженных, тем, кто участвовал в пуче, кто помог прийти этой свободе в вероисповедание, кто раскаялся, кто желает жить по-христиански. Но теперь они никому не нужны, дать возможности им по-христиански умереть, чтобы они увидели свет Христовой любви и отверглись навсегда от того сатанинского учения, которым они прослужили всю свою негодную жизнь в компартии. Они жестокостью, железной рукой, думали загнать людей в коммунизм, дать им в конце жизни посмотреть на небо. Этот приют бы построить или там, где между садами были амшанники, или на полуострове за храмом, чтобы прекратить мучительство и мщение. Установили же в Испании памятник и белым, и красным, чтобы на земле наступило примирение. Какая сила была у царя! 1275 монастырей и 57 тысяч храмов, 200 тысяч священства и монашества. И разом все рухнуло, как будто картонный домик. И сейчас было 18 миллионов головорезов, сатанистов, людоедов, коммунистов у власти. И опять все прокинулось. Спрашиваю коммунистов, что же вы сидите, как парализованный, и не защищаетесь? Паралич власти. Что это такое? Как он мог вас так хватить в раз и по всей стране? Это я, приезжают коммунисты, первые секретари приезжали, а я до этого так говорил, я говорю, так как вы могли знать, что коммунизм рухнет этот, построенный? Да как написано, я говорю. Ведь какую империю зла и лжи тотальной, какую блудницу порушил Михаил Сергеевич. Это надо же, как говорит Карамазов-старший, пришло время. А кого куда простолкали, они как с цепи сорвались, столько лет ратовали за бедность, за равноправие. И тут вдруг при такой вопиющей нужде народа бросились на какие-то собачьи должности, где можно полным ртом хватать. Брокеры, риэлторы, полиция налоговая, слова-то какие позорно дымные. И им нет нужды. Свои портбилеты побросали и жрут в три рта. Строят такие дома, дачи, бассейны и гонят миллиарды за границу. Пришло время и уже ничто не остановит, все валится. Третья езда, 15-44. Соберутся к нему и окружать его, прольют в звезду и ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будут оплакивать его. Вот это будет с Москвой, пыль и дым до неба. На нас долг вставать рано, до солнца наше молиться. В нашей книге к истинному православию глава сне, премудрость Соломона, 16-28. Дабы известно было, что должно предупреждать солнце благодарением тебе и обращаться к тебе на восток света. Мы живем во время близкое к тому, когда люди забыли свой долг ради корысти. Третья езда, 14-21. Потому что закон твой сожжен и оттого никто не знает, что сделано тобою или что должно им делать. На нас лежит долг не плыть в общем потоке манифестаций со знаменами. Жить не по лжи, солжени цена. Не должно прославлять беззаконников, славу безумцам воздавать. Сирахов 10-26. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного. На нас лежит долг всегда заниматься исследованием Слова Божия. Иоанна 5-39. 1 Тимофея 4-16. Иисус Новин 1-8. Матфея 22-29. Познавать из Библии что есть грех. Сирахов 15-11. Не говори ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Что бы мы не собирались делать, говорить мысленно прежде скажи. А что про это говорит Бог в Библии? Ни на кого не держи гнева. Злопамятство есть демонический образ жизни. Есть такой генетический код непримиримости, как у старообрядчества. Два священника, даже свои, не могут уже ужиться в одной верлоге. Нет облегчительного слова от своих 340 лет. А если где появится, там они немедленно пожрать его. Недавно было выступление Патриарха Алексея, где он говорит о многих недостатках православной церкви. Это обличение своих проступков и грехов говорит о том, что церковь еще жива. Где нет этого гласа, там умерло движение духа. Там нет плода духа святого, ибо пороческий глаз убит. Прощать обиды это долг. Прости нам долги наши, Матфея 6,12 Кто родился на этой земле и обладает разумом и на том лежит долг родиться свыше Иоанна 3,7 И в конце жизни исполнить долг всей жизни умереть, разрешиться от тела, пойти в землю, а дух к Богу. Сарахов 41, вся глава Екклесиаст 1,27 Заем у государства как и у человека накладывает ответственность во время отдавать, а не обманывать. Сарахов 29,4 Многие считали заем находку и причинили огорщение тем, которые помогли им. Не думай, что ты проел и не вернул государству, то есть всему народу. Это никуда не прошло. Оно будет заложено как долг в твоих поколениях. И нет еще, видно, что оборвано. Это тоже все на этом. Второе занятие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!